Столовая ложка кофе и немного греческого йогурта. Даже подумать не могла, что это будет так вкусно. Теперь готовлю этот рецепт частенько, особенно когда нежданно могут прийти гости. Итак, для начала нам нужно хорошо смешать кофе с йогуртом. Вот так. Теперь в отдельную глубокую емкость разбиваем 4 яйца комнатной температуры. Высыпаем ванильный сахар, немного соли для баланса вкуса и 180 грамм обычного сахара. Теперь миксером хорошенько все взбиваем до получения пышной массы. Если нет миксера или лень его использовать, можно взбить просто венчиком. Будет тоже очень вкусно. Когда яичная масса увеличилась вдвое, по чуть-чуть добавляем растительное масло. Грамм 180. И продолжаем все это взбивать. Масло лучше использовать без выраженного запаха и вкуса. У меня сегодня оливковое. Весь процесс приготовления абсолютно несложный и главное занимает минимум времени. Лучше брать проверенный растворимый кофе с выраженным и ярким вкусом. Тогда десерт получится просто сказочно вкусным. Вот что в итоге должно получиться. Йогурт берите тот, который больше любите. Главное без наполнителя. И лучше жирностью не меньше 3%. Грамм 125 будет достаточно. Теперь сюда отправляем кофейный йогурт. И добавляем молока комнатной температуры. И еще пару раз взбиваем миксером. Вот так. Осталось совсем чуть-чуть. Через сито просеиваем муку 350 грамм. Просеивать нужно для того, чтобы тесто получилось воздушным и легким. Высыпаем в муку разрыхлитель 24 грамма или соду. Кому как больше нравится. И хорошенько взбиваем венчиком до однородного состояния. Главное, чтобы не было комочков. И тесто получилось нежной консистенции. Вот такое как у меня. Еще для этого рецепта нам понадобится 50 грамм грецких орехов. Измельчаем их обычным ножом. Орехи я предварительно обжарила на сухой сковородке. Чтобы получить более выраженный вкус. Высыпаем орехи в готовое тесто. Еще раз венчиком все перемешиваем до однородного состояния. Вот так. У нас должно получиться тесто по консистенции как густая сметана. Берем теперь емкость для выпечки. Предварительно ее нужно смазать растительным маслом. И обсыпать мукой все бока и дно. А после этого выливаем наше подготовленное тесто. Делайте это не спеша. И равномерно распределяйте тесто по всей форме. Чтобы в итоге тесто было одной высоты. Разравниваем ложкой. И немного постучим формой об стол. Чтобы вышел лишний воздух. И внутри будущего пирога не было пустых пузырьков. Отправляем наш пирог выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов на 40-45 минут. До образования румяной корочки. После этого времени достаем. Проверяем готовность деревянной шпажкой или обычной зубочисткой. Она должна быть полностью сухой. И даем пирогу немного времени остыть. Для этого удобнее всего достать аккуратно его из формы. И переложить например на решетку до полного остывания. А пока наш пирог остывает подготовим украшение. Для этого берем плитку черного шоколада и разламываем ее на небольшие кусочки. Можно конечно измельчить ножом. Но так намного быстрее. Измельченный шоколад перекладываем в кондитерский мешок. Вот так. Помещаем кондитерский мешок в глубокую тарелку или другую удобную емкость. И заливаем очень горячей водой. Так что пакет с шоколадом находился полностью в воде. После этого, когда шоколад полностью стал жидким. Хаотичными движениями наносим его на поверхность пирога. Вот так как делаю это я. Посмотрите, как сразу на глазах обычный пирог превращается в роскошное лакомство. Такой десерт запросто можно подать не только к чаю на ужин, но и на торжественное событие или даже праздник. Сверху я еще украшу измельченными грецкими орехами. Чтобы вообще глаз оторвать от этого десерта было невозможно. Вот и все. Потрясающе красивый и не менее вкусный пирог на любой случай жизни у нас готов. А главное, что все делается очень быстро и совершенно не сложно. Режется он очень легко и не крошится. Тесто получилось очень мягенькое, с кофейным ароматом и ореховым вкусом. Это невероятно вкусно. Пирог просто тает во рту. Я уверена, что вам захочется приготовить его далеко не один раз. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы ничего новенького не пропустить. И уже совсем скоро увидимся. Пока-пока.